Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу рассказать про необходимость оптимизации метрик качества АБ-тестирования, зачем это нужно, как реагируют метрики на различные данные. Исследование, проведенное в докладе, основано на эмпирическом опыте и тех задачах АБ-тестирования, которые существуют сейчас в X5 и стоят перед исследовательской командой. Меня зовут Эдуард, я работаю в команде Ирина Галащаповой и в X5 мы занимаемся анализом рисков, исследованиями и валидацией моделей. Одно из направлений нашей деятельности это валидация методологии и отдельных исследований в области АБ-тестирования и иных способов замера эффектов от реализации инициатив. В этой части мы активно работаем со следовательской командой Валеры Бабушкина и помогаем им улучшать и усиливать алгоритмы АБ-тестирования. Также доклад о необходимости и целях существования подразделения валидации с точки зрения полезности и эффективности для бизнеса рассказывался ранее на X5 Retail Hero. Я занимаюсь Data Science с 2015 года, ранее занимался количественными финансами, работал в инвестиционном банке, где занимался разработкой алгоритмов ценообразования, опционов и маркетмейкинга. С 2017 года занимаюсь анализом рисков, созданием количественных риск-моделей, поиском уязвимости в алгоритмах и отдельными исследованиями. В текущем докладе мы коснемся одной из технических сторон валидации методологии АБ-тестирования. Как сейчас? Метрики качества АБ-тестирования служат выполнению следующих задач. Первое – это выбор трансформации или линеаризации временных рядов в сущности, например, магазина. В случае, например, если были внедрены какие-либо изменения в магазинах и мы пытаемся поймать эффект. В таком случае в условиях маленького размера пилотной группы в целях снижения размерности данных и уменьшения волатильности сезонности, нам необходимо будет эти данные предварительно преобразовать. И подбор и оптимизация правильного алгоритма преобразования этих данных в том числе возможна только при условии использования метрик качества, общих метрик качества АБ-тестирования. Второе – это оценка качества схожести контрольной и тестовой группы. Исходя из этой оценки, мы сможем ответить на следующие вопросы, собственно, следующие пункты. Это максимально возможный период существования схожести после подбора контрольной группы и оптимизация оптимального размера контрольной и пилотной группы, исходя из их времени существования и их естественной схожести. То есть, по факту, например, мы не можем ловить эффект на 8 неделях, когда группы А и Б расходятся между собой по естественным причинам уже через 4 недели. Дальше, то есть, есть высокая вероятность в таком случае, что мы просто поймаем случайный эффект, а не конкретный определенный эффект от реализации инициативы. Также аналогичные размеры группы. Метрики качества помогают определить оптимальные условия для проведения хорошего эксперимента. С какой группой и на какой период мы можем реализовать АБ-тест для текущих показателей? Собственно, на этот вопрос мы и пытаемся ответить с использованием метрик качества. Основная проблема заключается в том, что в зависимости от данных эти метрики меняются. Так, оценка метрик на общем агрегированном показателе не то же самое, что эта же оценка на отдельной категории или на каком-то отдельном сложном и очень высоко волатильном показателе. Волатильность и характер данных для разных показателей может очень сильно отличаться. И одинаковый подход к оценке качества, возможно, неприменим. Цель попробовать провести исследование и показать, насколько разные подходы к оценке качества метрик работают в разных условиях и попробовать выбрать оптимальный подход для отдельных типов данных, можно так сказать, для отдельных данных. Также задача заключается в том, чтобы попробовать предоставить вообще альтернативный подход к анализу качества метрик. Общая и конечная цель – это снижение ложной идентификации определения существования эффекта. Основные метрики, их две, это то, на что мы смотрим для анализа оптимального способа и параметров проведения АБ-тестирования. Это ошибки первого и второго рода. Ошибка первого рода говорит нам о том, какая вероятность зафиксировать ложноположительный результат. То есть подтвердить наличие эффекта в том случае, когда этого эффекта нет. Ошибка второго рода показывает вероятность фиксации ложно-отрицательного результата. То есть условия, в котором мы пропустим и не подтвердим эффект при его наличии. Это классические определения и подходы к ошибкам первого и второго рода, которые используются в математической статистике. С помощью них мы можем отслеживать то, с какой вероятностью разойдутся показатели, например, 500 магазинов в условиях, что эффекта нет и на какой дистанции это произойдет. Текущий подход к оценкам ошибкам первого и второго рода в условиях проведения АБ-тестирования на магазинах. Методология X5 предполагает, что мы бутстрепим магазины А и магазины Б. То есть на каждой итерации сэмплируем группы с возвращением. Потом берем некоторое значение их показателя, на котором ловим эффект. А дальше проверяем существование гипотезы о равенстве двух генеральных совокупностей. Если этот тест показывает значение выше определенного уровня P-value, то мы говорим, окей, мы не ловим эффект в условиях, когда его нет. Если меньше, значит происходит срабатывание и идентификация ложноположительного результата. То есть мы поймали группы, разошлись по естественным причинам, мы поймали эффект там, где этого эффекта на самом деле нет. Дальше мы просто считаем, какое количество от общего количества итераций показало ложноположительное срабатывание. И называем эту вероятность ошибкой первого рода. То есть, например, говорим, что с вероятностью там, например, 30% группы будут расходиться на этого размера и на такой длительности по естественным причинам. Подход к оценке ошибки второго рода алгоритмический схож, кроме того, что в условиях высокой волатильности показателя контрольные тестовые группы с увеличением количества сущностей эффект не всегда может быть идентифицирован. Например, если бизнес говорит о том, что инициатива принесет 1% роста на показатель, а вероятность его поймать низкая и увидеть вообще такое изменение в данных невозможно, это значит, что есть высокий риск ошибиться, вложиться в инициативу и просто не увидеть эффект, тогда как на самом деле этот эффект существует и он был получен. Основная гипотеза заключается в том, что, соответственно, в условиях высокой волатильности группы могут вести себя по-разному, характер данных может отличаться и количество ложной идентификации, ложноположительного срабатывания вырастает. С учетом того, что АТ-тест использует значения средних и дисперсий, с увеличением количества сущностей, соответственно, этого может быть недостаточно. Мы можем ловить отсутствие эффекта, тогда как распределение выборок не схоже между собой по разным параметрам. Например, мы можем сравнивать между собой нормальное и лог нормальное распределение и говорить, что они идентичны. Даже нормальное и гамма распределение и тоже говорить, что они идентичны. И, возможно, таким образом есть риск того, что на высоковолатильных данных мы будем немножко занижать, соответственно, ошибку первого рода, тогда как на самом деле она должна быть выше. Как результат, мы попробуем усилить сравнение групп, добавив дополнительные информации о распределении. Например, показатели наклона и куртозиса, типа и функции распределения. Например, попробуем строить доверительные интервалы и оценивать не пересечение этих доверительных интервалов на периоде препилота и пилота, где пилот в данном случае это тот период, на котором мы тестируем ошибку первого и второго рода. Соответственно, попробуем использовать непараметрические тесты. Задача в том, чтобы посмотреть, как разные способы и подходы к оценке ошибок первого и второго рода будут вести себя в разных условиях на разных данных. И сможем ли мы каким-то образом их различить и попробовать определить контрастность тех или иных метрик, например, в разных условиях, соответственно. Основная модель, относительно которой будем сравнивать, это наш бейслайн. Это то, что мы показывали на слайде выше. Это, соответственно, классический подкод к оценке идентификации случайного эффекта с использованием Т-теста. Соответственно, где ошибка первого рода – это доля тех p-value, которые меньше определенного порога альфа. То есть, та часть итераций, полученных в рамках бутстрэпа, в которых группы показали себя не схожими. В данном случае будем использовать тест Вэлша, который принято использовать в условиях различной дисперсии групп. Второй способ к оценке – это не пересечение двух доверительных интервалов в условиях, когда препилот и пилот – это периоды, где никаких эффектов не внедрялось. Мы смотрим на то, что нижняя граница доверительного интервала эффекта не пересекается с верхней границей препилота периода поиска случайного эффекта. То есть, границы этих доверительных интервалов не пересекаются. И таким образом мы говорим о том, что, опять же, группы разошлись, они не схожи между собой. Третий способ – это попытка сравнивать функции двух распределений. Это тут наиболее сложный и наиболее тяжело интерпретируемый подход. В данном случае мы пытаемся приблизить к данным методом максимального правоподобия функцию распределения и оценить качество этого приближения критерием Акайки. В данном случае мы идентифицируем случайный эффект как условие, когда мы видим две различные функции распределения, к тому же разных типов. Четвертый способ – это простой непараметрический подход к оценке двух распределений. В данном случае он схож с базовой моделью. Мы проверяем наличие эффекта просто с использованием теста Манна Уитни. Предполагается, что эти подходы будут по-разному реагировать и идентифицировать случайные эффекты. Если первый и четвертый подход в целом относительно схож, то второй и третий подход отличаются. В третьем подходе мы опираемся на функции распределения, а во втором подходе мы опираемся на доверительные интервалы соответственно. Для подтверждения гипотезы возьмем результаты предыдущих АБ-тестов, которые были проведены на разные показатели в разных группах магазинов и с разной длительностью. Агрегируем тот эмпирический опыт, который есть, и те АБ-тесты, которые уже прошли, и соответственно будем использовать их данные, в данном случае данные препилота, для того, чтобы тестировать ошибки первого и второго рода. Потому что препилот мы можем уверены быть в том, что на этом периоде эффект не внедрялся, и это наиважнейшее условие проведения АБ-теста соответственно. Также мы будем варьировать длительность, размер группы и пытаться увидеть контрастность метрик друг относительно друга. В первом тесте мы будем использовать три способа трансформации данных. Из каждого недельного значения магазина мы будем вычитать среднее значение за некоторые исторические периоды, в данном случае пока он у нас будет фиксирован. Во втором случае мы делаем все то же самое, но учитываем тип недели. То есть мы вычитаем из каждого недельного значения понедельника среднее значение понедельника за некоторый исторический период. В третьем случае мы берем дельту двух трансформированных значений за год пилота и предшествующий год. Таким образом мы идем от более простой к трансформации, к чуть более сложной, чтобы отслеживать, как меняются ошибки при изменении алгоритмов линеаризации. Основной вывод заключается в том, что, как вы видите, ошибка первого рода, основанная на Т-тесте, более медленно реагирует на изменение алгоритма трансформации временных рядов. Непараметрический тест в данном случае ведет себя более контрастно. То есть очень четко видно, что в данном случае у нас с усилением, ну с изменением трансформации данных ошибки первого рода, соответственно, снижаются. Во втором случае мы подходим следующим путем. Мы берем второй способ трансформации данных и проводим анализ на определенные категории. Например, молочной продукции или мясе. Чисто гипотетический пример. Мы смотрим, как метрики реагируют на рост из размера групп в условиях разной волатильности, влияния различных промо-компаний, сезонности. В данном случае непараметрический тест более контрастно реагирует на категории, чем бейслайн. Мы четко видим, что с ростом размера групп ошибка первого рода возрастает почти для всех метрик. Соответственно, здесь мы пытаемся изменить длительность проведения АБ-теста, чтобы оценить влияние на изменение ошибок первого рода. В случае общего агрегированного показателя ТТ сравним с другими метриками тогда, как на категориях он склонен наоборот занижать реальную ошибку первого рода. Непересечение двух доверительных интервалов показывает более высокую контрастность, чего мы не наблюдали на слайде ранее. В данном случае тут используется одна из наименее волатильных категорий. Собственно, здесь уровень категорий намного ниже, чем та категория, которая используется здесь. В следующем эксперименте мы пытаемся изменить размеры групп, чтобы оценить влияние на изменение ошибок тоже первого рода. Непараметрический тест лучше подходит, как и было видно ранее, при оценке на более волатильных показателях. И в последнем варианте мы будем играться со скожестью двух групп поэтапно, улучшая скожесть между группами. Ухудшая, точнее, скожесть между группами. То есть в условиях, когда скожесть не наблюдается быстрее, что часто происходит в условиях реального эксперимента, метрика, основанная на непересечении двух доверительных интервалов, показывает наилучшую стабильность. В данном случае мы ухудшаем сущности, то есть мы подбираем не самые схожие алгоритмы, не самые схожие магазины, точнее, каждой группе пилота. Сначала мы берем 20% пилота и подбираем не самые схожие магазины, потом 30% пилота. Таким образом, до тех пор, пока к 100% пилотной группы будут подобраны не самые схожие магазины. Общие выводы можно сделать следующие. Во всех проведенных тестах метрики улавливают общее ухудшение качества с ростом количества или длительности магазина. На болотильных данных тест, можно сделать осторожный вывод, имеет склонность занижать ошибку первого рода. Один из способов использовать это, использовать комбинацию метрик для оценки общего качества или в некотором соотношении в зависимости от типа данных. Метрики, которые используют больше информации о распределениях, они более контрастны. Также можно сказать, что ТЭТ-тест не всегда объективно способен улавливать реальную оценку ошибок первого и второго рода. Объективную оценку. Опять же, на более волатильных данных. В своих исследованиях я также использовал следующие материалы. Это методологию валидации и тестирования экспериментов АБ-тестирования, написанную Ириной Голощаповой. Общую методологию и алгоритма проведения АБ-тестов, которая принята в X5 и на которой проходит сейчас большинство пилотов, разработанную Юрой Трубициным. И код отдельные эксперименты, которые проводились командой Adcock Аналитики под руководством Саши Сахнова. Также часть экспериментов, основанных на отдельных категориях. И вообще отдельные эксперименты я использовал, соответственно, коды и общие идеи, которые использовались в том числе в общем исследовательской командой Валеры Бабушкина. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует...